всем большой привет я очень рада что вы зашли ко мне на канал хочу сегодня поделиться с вами одним рецептом готовя праздничный стол на день рождения дочери решила попробовать одно очень интересное очень вкусное блюдо которое готовится просто быстро и недолго это жульен в тарталет очках в таких вот крупненькие такие вот крупненькие такие тарталет очки вот в них что мне для этого нужно грибы у меня шампиньоны я взяла вот пять таких крупненькие такие довольно таки грибочки на ладошке 5 шампиньончиков которые я порежу мелко отварная куриная грудка здесь половина груды грудки мне хватит одна небольшая луковица небольшой помидор размером с луковичку и небольшая морковочка которую я натру на терке лук мелко порежу помидорку мелко порежу помидор для сочности чтобы было также грудку тоже порежем меленько так же как и грибочки и все это на сковородочку и так приступаю лук режу мелким кубиком сначала вдоль потом поперек и так и так лук порезала и отправляю его на сковородку добавила немножко масла и отправляю сюда лучок бывает немножко сейчас морковку на терке на средней и тоже отправляю сюда же морковку натерла сначала на средний вот такой показалось не крупновато потом на самый ну не на самый мелкий совсем но на мелковастенькой такой все отправляю сюда тоже морковку и теперь пускай это пока я буду резать грибы это у меня будет морковь с луком пассероваться на небольшом огоне на самом маленьком на большую комфорке у меня на большой комфорке на самом маленьком огонечке к это все пассируется накрываю крышкой и минут может быть 5 будет стоять под крышечкой теперь я беру грибы у меня шампиньоны я уже говорила и тоже нарезаю их они помытые их помыла и нарезаю их тоже мелко почему мелко потому что это вот начинка она будет складываться в тарталет очки в принципе делают у кого какие есть тарталетки у меня подруга делала какие игры были дома собрала и мелкие и крупные у меня кстати мелкие тоже есть немножко остались вот где то вот так вот мелковастенько их нарезаю грибочки так и еще вот так грибы шампиньончики порезала сейчас тоже отправляю в сковородку к луку и морковки высыпаю сразу наверное все если начинка останется она не пропадет грибочки они сейчас уменьшатся в два раза при тушении все пускай пассируются потушится вместе с морковкой пока у меня там пассируется и обжариваются грибочки я порежу мелко помидорку тоже мелко порежу как могу ну совсем конечно я мельчить не буду ну как и лук как и огурец ой фарф есть как и оговорилась немножко как и грибочки помидор я порезала теперь порежу кубиком или можно на врывать волокнами курицу поменяю их местами были над курицей ничего страшного также сейчас на этой доске и порежу курочку тоже небольшими кубиками на глаз как получится мы ее все равно потом будем отправлять также в сковородку вместе с помидором к нашей грех нашим грибам и луку с морковкой нарезаем вот так и так добавляем сюда курочку аккуратненько и следом же добавляю помидор теперь солю по вкусу обязательно по вкусу посолили и пускай все это потушится теперь вместе ну где-нибудь минут наверное 10-15 думаю будет достаточно так как грибочки готовится быстро остальное все уже практически готова и перемешиваю можно поперчить бросить какую-то зелень я думаю ну я не буду сделаю как есть вот пускай это потушится минут 15 под крышкой конечно и потом продолжим итак пока там у меня тушится начинка для тарталет очек я потру сыр который потом надо будет посыпать сверху на начинку тру ее на крупной его вернее на крупной терочке сыра сколько но на глаз смотрите сколько вам нужно для тарталет очка никуда ведь продукты все равно не пропадут если даже останется вы же куда-то это используете просто вот на тире натираю готовлю заранее все и так через минут десять после тушения я хочу добавить немножечко сюда сметаны вот с ложечку нами со столовую чтобы немножечко было посочнее все это сметанки пускай это потушится все сметаночки извиняюсь что так говорю у меня иногда бывает уменьшительно ласкательным разговоры ну вот прям вот так и минут пять еще даже меньше на минуты три так я хочу еще чуть-чуть добавить капелюшечку вот еще в общем полторы столовые ложки сметанки так добавим сейчас чуть-чуть минуски 3 пускай это все схватится и будем раскладывать накрываю также крышкой и сейчас включаю заранее духовку нагреваться на 180 градусов чтобы она была уже готова начинка у меня готова я беру противень духовку меня тоже уже включена а как я уже говорю на 180 градусов так у меня специальные коврики такие вот для листов для духовки так расставляю тарталет очки столько штук сколько мы съедим начинка готова и прямо со сковородки ничего страшного пускай горяченькая ложкой накладываю начинку потом распределю на всю тарелочку вот так на всю тарталет очку пахнет она очень очень аппетитно очень вкусно даже вся в предвкушении и накладываю так дальше и так разложила начинку теперь также укладываем на каждую тарталет очку на каждую начинку сыр так чтобы покрыть всю начинку если мне сыра не хватит я еще патру на терочке все хватило идеально теперь это все я отправляю в духовку на 180 градусов буквально на 15 минут может быть и меньше посмотрю как расплавится сыр вот такой жульен у нас в тарталет очках получился он еще горяченький вот так все быстро просто вкусно готовьте с удовольствием ставьте лайк пишите комментарии делитесь своими рецептами подписывайтесь на канал не забывайте ставить колокольчик чтобы не пропустить интересное видео кушайте с удовольствием готовьте с удовольствием всех вам благ и пока пока до новых встреч